То, что случилось в этом году в одном из сел Армавирской области, потрясло всю Армению. Медобследование показало, что 13-летняя девочка ждет ребенка. И вот в августе несовершеннолетняя родила на свет первенца. Учитывая тяжелое положение семьи, ребенка отдали в детдом. Все это время Армлинг продолжал следить за состоянием девочки, ее семьи и ребенка. Наши сегодняшние темы – новый поворот в уголовном деле, положение семьи девочки и вовлеченность в соцработников. Проблемы в этой семье были и до беременности девочки, но попыток их решить не было. Дело не только в социальной необеспеченности. У нескольких жителей дома имеются серьезные проблемы со здоровьем. Мать девочки утверждает, что до шокирующей новости соцработники не стучались в их дверь ни разу, помочь не предлагали, а помощь была очень нужна. Представьте, эта семья оказалась в тяжелом положении, и все начали бы беспрестанно посещать их. Это было нецелесообразно, исходя из психологического состояния детей. Семье нужен был покой, чтобы мы следили за ними немного издалека, чтобы эта семья сама поняла, что случилось с ними. Наверное, небольшое невнимание со стороны каждого привело к такому исходу. Чтобы понять роль соцработников в этом вопросе, Армлинг провел свое расследование. Профессия эта для Армении относительно новая, ей 26 лет. На данный момент даже нет четкого разграничения между обычным соцработником и соцработником, ведущим данный случай. После того, как произошел случай, им занимается второй. Говорят, что в социальной сфере не бывает абсолютно верных решений. Это означает, что нами всегда будут недовольны. Это должен знать любой соцработник. Кто допустил ошибку? Возможно, все вместе. Может, тогда, когда не было возможности поработать с мамой, потому что не было системы. Возможно, были проблемы в классе, в школе. Конечно, везде хватает работы. А делать выводы после того, как все случилось, всегда легко. Институт социальной работы в Армении находится в переходной стадии. На данный момент по всей стране есть около двух тысяч соцработников. Главная проблема в том, что они приступают к работе только после регистрации случая. Профилактическая работа у нас пока в зачаточном состоянии. К сожалению, не существует нормативов, сколько соцработников должно приходиться, на какое количество населения. Международный опыт по вопросу ведения случаев говорит о том, что на 25 случаев должен приходиться один соцработник. Мы уже несколько лет пытаемся перейти к такой пропорции. История беременной девочки из Армавирской деревни оказалась в центре внимания Бахаршападского территориального агентства социального содействия. Мне кажется, здесь можно говорить о двойной уязвимости, поскольку 13-летняя мать ребенка имеет проблемы со здоровьем. Говорить о том, что в интересах ребенка найти семью, в которой он мог бы жить, по моему мнению и мнению сторон неправильно. Правильнее, чтобы он остался в детдоме. Молодой соцработник в своей деятельности сталкивается с серьезными трудностями. Он обслуживает 300 семей на ограниченные средства. В результате, нередко, когда очередь доходит до очередной семьи, оказывается, что поезд уже ушел. Помимо увеличения числа соцработников, можно увеличить объем поощрения, сократить бюрократию, чтобы соцработник не занимался бы бумагами. Ведь часто нас так и воспринимают. Но я могу вас заверить, что в нашем территориальном агентстве все, без исключения, соцработники по духу. Пока институт соцработника пытается распрощаться с переходной стадией, специалисты сферы призывают помочь им. Сознание нашего общества нужно поднимать, чтобы люди понимали, что выявить проблему, озвучить ее, это не пресловутый донос, а хорошее дело. И если сделать это вовремя, то многих случаев бы не было. Равнодушие представляет гораздо большую опасность. Беременность 13-летней девочки стала результатом сразу нескольких слабых звеньев. Но и после новости проблем в семье не стало меньше. Во августе ребенок родил, и малыша за подписью бабушки временно отдали в детдом. Семья и до этого случая была в тяжелом социальном положении. Они зарегистрированы в нашей системе и получают соцподдержку, поскольку ребенка перевели в детский дом, пусть и временно. Ведь она хочет, чтобы ребенок был у нее. Потому что это материнский инстинкт. Может, она и не понимает, но мне в разговорах с ней стало ясно, что она хочет, чтобы ребенок был у нее. После рождения ребенка мать заметила много перемен в поведении несовершеннолетней девочки. Девочка часами стоит у окна и ждет. Тем временем следователи, ведущие это дело, выступили с новым заявлением, которое может вызвать очередной шок у людей, следивших за подробностями громкого случая. Одноклассники девочки и ее родной брат оказались ни при чем. Чтобы выяснить личность отца ребенка, была проведена судебно-генетическая экспертиза. Мы получили заключение, согласно которому в соответствующих образцах, то есть в пробах крови, отсутствуют аллели, необходимые для отцовства. Таким образом, отцовство этих троих в отношении новорожденного исключается. Дело еще не закрыто, поскольку не ясна личность отца ребенка. Девочка дает противоречивые показания следователям. Проблемы в семье этим не заканчиваются. В мае они могут оказаться на улице. Это раз, два, три, четыре тумбочки. А это дал новый сосед. Говорит, возьмите, зимой будете топить. Вчера вечером достаю термометр, смотрю, температура 39. Дали ними сил, жар немного спал, но сейчас снова есть. Со своим коллективом я пошел по миру, чтобы найти дом, снять и жить в нем. Но сейчас его нет. Я обалдел. Надеюсь, Господь будет милостив. Поможет нам. Не останемся на улице. Это точно. Я столько всего перевидал. То, что происходит с этой армавирской семьей, это упущение не только института соцработника, но и результат невнимания каждого члена общества. Давайте поможем маленькой матери после таких испытаний почувствовать вкус детства. Я очень люблю Лилита Ванися. Хотела, чтобы она приехала. А я очень люблю Григория Исаяна и жду его. Вы можете изменить окружающий мир, если попробуете сделать первый шаг. Эта семья в мае окажется на улице. Помочь ей можно, отправив любую сумму, на счет которой на ваших экранах. Маленькая семья ждет вашей помощи.